здравствуйте уважаемые клиенты и новички новички все те кто хочет научиться создавать сайты эта информация тоже для вас будет полезна следующая серия уроков я специально записал для своих клиентов это те люди которым я создал сайт зачастую мои клиенты очень далеки от создания сайта понятия как там все устроено это нормальная история потому что у каждого человека свой бизнес свое дело и под свой бизнес человек заказывает у меня сайт вам нужно на хотя бы на базовых каких-то моментах научиться обслуживать сайт то есть когда сайт готов я вам его сделал я вам его сдал дал вам доступ от админки вам нужно хоть как-то немножко за ним следить чтобы сайт не сломался потому что бывает такое что обновляется например движок wordpress и там или jumla это редко бывает но бывает что что-то ломается также нужно следить за обновлениями плагинов компонентов самих движков потому что если ваш сайт например просто лендинг страниц вот висит в интернете все на все нормально все работает там прошли годы и вы ничего там не делали не обновляли сайт тоже может перестать работать и я специально сейчас записываю несколько пошаговых видео для вас для моих клиентов чтобы вы могли обслуживать свои сайты также не обязательно чтобы я вам создал сайт другие какие-то исполнители вам создали сайт вы сейчас смотрите эти видео вы например об этом не знали тот кто вам делал сайт вас об этом не предупредил эти видео также для вас будут полезны совсем недавно у меня произошла ситуация я создал сайт на wordpress своему клиенту все было хорошо я сдал ему сайт и через некоторое время wordpress автоматически обновился до версии 5.8 у wordpress есть промежуточное обновление заплатки так называемые которые автоматически так сказать прилетают обновляют движок вам конечно приходит уведомление на email что движок обновился в этом конкретном моем случае что-то пошло не так при обновлении сайт полностью накрылся я не мог попасть в админку сайта я не мог увидеть фронтальную часть сайта клиент со мной связался это неприятная история наверное кто делает сайт с таким сталкивался мы откатили сайт с бэкапа все как бы стало нормально и через какое-то время wordpress опять обновился до 58 и уже во втором случае все прошло гладко то есть в первом случае что-то пошло не так либо хостинг в этот момент как-то упал либо еще что-то и бывают конфликтные ситуации с клиентами недопонимания иногда случается такое что люди начинают думать что якобы исполнитель сам залез в админку так как он знал логин и пароль и специального сломал этот сайт чтобы на этом еще заработать то есть восстановить сайт к тебе же обратятся в любом случае что с сайтом что-то не так ты пойдешь и скажешь что это по-любому новая работа и надо сайт восстанавливать в общем все следующие видео о том как создать резервную копию сайта что была страховка чтобы вы могли сами без каких-то либо знаний восстановить свой сайт не прибегая к мастерам создания сайта да то есть вам со сделали чтобы вы могли сами обслуживать если сайт сломался как восстановить сайт из резервной копии в этих видео следующих обязательно смотрите как это сделать как следить за сайтом wordpress или jumla как обновлять сайт в каком порядке периодичность бэкапов когда для какого сайта когда нужно делать бэкап но чтобы минимизировать время на обслуживание сайта да я все понимаю что у всех нет времени все занимаются своим делом но если у вас нет человека ответственного до которым мысом вы сможете делегировать управление сайтом тогда придется вам немножко уделять время сайту для обслуживания чтобы он всегда работал эти видео специально я записал для вас для людей которые не хотят заниматься сайтом но сайт вам нужен и обслуживать его никому поэтому вы сможете сами его обслуживать тратят немного времени но зато сайт будет всегда в рабочем состоянии переходите к следующему видео видео 2 там мы с вами поговорим о резервной копии что такое резервная копия бэкапа выставление с бэкапов и и и и и и и и и Продолжение следует...